С главными событиями к этому часу с вами в студии Елена Семёнычева. Сегодня отмечается знаменательная дата. Исполнилось 55 лет со дня полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов. Полёт, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Сегодня глава государства Владимир Путин встретился с руководителями космической отрасли и провёл сеанс прямой связи с Международной космической станцией и космодромом «Восточный». В ходе видеоконференции президент поздравил космонавтов с профессиональным праздником, а также заслушал доклады заместителя председателя правительства и главы госкорпорации «Роскосмос» о развитии отечественной космонавтики. Кроме того, к юбилейной дате госкорпорации «Роскосмос» с организован всероссийский флешмоб «Подними голову». Он прошёл в городах-миллионниках. В небо запустили 108 тысяч воздушных шаров с портретом Юрия Гагарина. Одну тысячу шаров за каждую минуту полёта первого человека в космос. На городских площадях была установлена уличная инсталляция, ракета «Гагаринские старты», красная кнопка «Я люблю космос», которую смог нажать любой участник флешмоба. По итогам акции 27 апреля во всех городах России будет определён регион-победитель, где большее число людей нажмут на эту кнопку. Даже спустя более полувека профессия космонавта остаётся для нас загадочной и недосягаемой. Космос всё ещё не летает по профсоюзным путёвкам, как об этом мечтал Сергей Королёв. Но прогресс, как говорится, налицо. По крайней мере, российские космонавты чувствуют себя на МКС как дома. И даже провели там уникально длительный срок – год подряд. Что необходимо человеку, чтобы полететь в космос? Космонавты говорят, в первую очередь, большое желание и отменное здоровье. Об этом узнали ученики школы номер 4. Там прошла познавательная игра «Космический рейс», которая помогла ребятам узнать, есть ли у них шансы своими глазами увидеть Вселенную. Давление, как у космонавта, выражение неформальное. Устойчивый и равномерный пульс – признак хорошего здоровья, без которого космос не покорить. Ученики начальных классов школы номер 4, один из уроков, посвятили оценке своих физических возможностей и здоровья. Замерили пульс, проверили гибкость и время задержки дыхания. От 26 до 30 секунд – это уровень выше среднего, или более 30 секунд – это высокий уровень. Тогда человек уже сможет полететь в космос. В четвертой школе действует кружок для седьмых классов «Планета Х», который является частью Всероссийского одноименного проекта. Он объединяет ребят, интересующихся темой космоса. При активном участии Героя России, летчика-космонавта Александра Лазуткина, школьники всей страны постигают тайны Вселенной. Он присылает полетные задания, у него есть ключевое слово для нас. Он нам пересылает телеграмму в виде полетного задания. Мы выполняем на нашей планете Земля и отправляем ему эти данные, которые он нас просит. Результатом проекта станет Всероссийская конференция, где выступят школьники со своими теоретическими и практическими работами. А главное – с ясным пониманием. Событие 12 апреля 1961 года открыло в истории человечества новую страницу. Сейчас эта дата, мы надеемся, тоже привлечет внимание многих школ, многих учеников. И она станет в их сердце той же датой, как в сердце наших родителей, когда это действительно перевернуло сознание человечества. Желаем вам доброго полета! Я желаю один! Мы желаем вам доброго полета! Я рада! Поехали! Валентина Чебичек, Вадим Носкин, телеканал «Север». Смотрите сегодня в вечернем эфире телеканала «Север» документальный фильм «Улыбка Гагарина». Сразу после полета Юрия Гагарина в космос в журнале «Лайв» появился репортаж. Подпись под фотографией первого космонавта гласила, у этого человека все позади. Когда Гагарин стал всемирно известен, ему было всего 27 лет. Слава, которая обрушилась на простого парня, родившегося в деревне на Смоленщине, стала для Гагарина гораздо более серьезным испытанием, чем его одновитковый полет вокруг Земли. За счастье просто пожать его руку почитали все – от английской королевы до японского школьника или кубинского лидера Фиделя Кастро. Чтобы пройти испытания медными трубами, нужно было обладать какими-то особенными качествами. Люди, хорошо знавшие Гагарина, все как один повторяли – ничего особенного в нем не было. Он был обыкновенный. Но в том, что именно он стал первым космонавтом планеты, если разобраться в его жизни, прослеживается железная логика. Уникальный подарок «Альманах» – фотопортреты на войне, который был издан по инициативе и при поддержке председателя Государственной Думы России Сергея Нарышкина, вручили ребятам из военно-патриотического клуба «Поиск» – окружные депутаты Анатолий Мяндин и Александр Лутовинов. Такой подарок законодатели выбрали не случайно. Ведь клуб «Поиск» – это яркий пример патриотического воспитания молодежи не на деле, а на словах. В этом убедилась и наша съемочная группа. Примерно 40 секунд требуется ребятам из военно-патриотического клуба «Поиск», чтобы собрать автомат Калашникова. Завязанными глазами чуть более 50 секунд. Восьмиклассник Дмитрий Терентьев с начальной школы занимается в клубе. Этим летом молодой человек принял участие в благоустройстве воинского захоронения 10-й гвардейской дивизии у высоты Шпиль в Мурманской области. За два дня группой из четырех человек мы прошли больше 100 километров на НТВ дороге. Мы нашли три захоронения, обнаружили останки самолета, бомбардировщиков. Точно не знаем, наш или врага. А пули я находил целые, как, ну, от винтовки Мосина пули, целые вот такие, как, можно сказать, там, ну, обойма, получается, вот целые находили мы. Целыми кучами и цинки находили, и остатки там, ну, от техники всякой, разные пушки находили мы от минометов снаряды. Пули, гильзы, каски, лопата, подкова, осколок 120-мм артиллерийского снаряда и другие предметы, найденные не только на Мурманском, но и на Карельском фронте, теперь хранятся в Школьном музее. В прошлом году сводный отряд из шести человек под руководством лидера клуба Марины Литковой принял участие в экспедиции по поиску останков бойцов Красной армии, воевавших на Карельском фронте. Работы проходили в районе поселка Лоймала в Республике Карелия. Поисковая экспедиция в этом районе действует ежегодно с 2009 года. За это время поисковиками было найдено несколько тысяч безымянных могил, незахороненных останков бойцов и командиров Красной армии. В Карелии, близ поселка Лоймала, вот они уже сколько лет поднимают, 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 а конца и края этому нет. Все, практически все в одном месте. То есть, одни отряды у нас работали, там, они поднимаясь на высоту, вот полегло, открывают мох, а там вот как бойцы поднимались в атаку, так все и лежат до сих пор. Всего за время работы поискового отряда бойцы из Красного обнаружили останки пяти солдат, троих подняли самостоятельно. Поиски осложнялись особенностью местности – кругом болота и непроходимые леса. В годы Великой Отечественной войны это был самый протяженный фронт, войска которого располагались на расстоянии более полутора тысяч километров. Поэтому и зона поиска была огромной. Поисковики из Красного проходили в день по 30 километров пути, порой проваливаясь трясине по грудь. Было страшно, но ребята шли от ориентира к ориентиру, сверяясь с картой и описанием места захоронения. Они единственные из лагеря, кто проделал весь путь пешком. За это их прозвали «железными людьми». Работать там, по словам Марины Литковой, было не только трудно, но и опасно. Кругом – неразорвавшиеся мины и снаряды. А еще на пути встречались ядовитые змеи. В таком болотистом слое находили останки советских солдат, фрагменты военной одежды и оружия. Всего с Карельского фронта бойцам из Красного удалось привезти более 50 предметов. Совсем скоро этих экспонатов станет больше. Летом ребята-старшеклассники и студенты опять собираются принять участие в поисковых работах. Ребята помладше тоже собираются в путь, но по другому маршруту. Ежегодно осенью и зимой маленькие патриоты совершают пешие и лыжные переходы по заранее разработанному маршруту. Посещают памятники и обелиски. Так, с целью изучения истории родного края, они уже посетили Пустозерскую, Великовисточная, Коткино, Никицы. Самый маленький участник лыжного перехода – третиклассник Максим Путков. Из Красного в Пустозерск. По словам мальчика, такой лыжный марафон помог ему завоевать второе место на лыжных гонках – «Северное сияние». Навыки, полученные в военно-спортивной игре «Юный защитник», пригодятся Максиму уже в армии. Разбирать и собирать автомат Калашникова, разборка-сборка магазина автомата Калашникова, разборка-сборка ПКШ и пистолета Макарова. Многочисленным успехом и победам посвящен целый стенд в военно-патриотическом клубе. В копилке ребят насчитывается более 30 различных кубков и наград. В военно-патриотических играх «Зорница», «Юный защитник» и так далее. То есть, как в новом уровне, да, Креш? Да. Поселково, да, местное, не все поздно. А вот для тебя какой вот кубок самый-самый дорогой? Все. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». И к этому часу это все новости. Далее информация от синоптиков.